МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Луиза, посмотри, какой я лейлый лайфхак увидела в интернете. Когда нам нужно приготовить пышный бисквит на белках, можно взять такую обычную пустую бутылку и сделать вот так. Сюда я уже разбила яйцо. Так, давайте. Пробую первый раз. Получится, не получится, я не знаю. Давайте, пожелаем мне удачи. Так, мы надавливаем. И... Ну, почти. Наверное, у меня чуть маленькая бутылка. И сегодня, наверное, как вы уже поняли, мы будем говорить о лайфхаках. Это вот такие секретики для облегчения, улучшения и украшения нашей жизни. И, как вы, наверное, заметили, я сегодня не одна. Со мной очаровательная Луиза Спиридонова. Луиза, о чем же ты нам сегодня расскажешь? Сегодня я вам расскажу о том, как можно погасить ипотеку на 20 лет в течение 10 лет. Даже с обычной заработной платой. Да, наверняка у многих наших телезрителей есть ипотека. И, думаю, всем будет интересно. С вами передача «Город женщин» и я, Саргалана Амосова. Давайте начнем. Ну и раз мы начали наш эфир с темы еды, хоть у нас желтки немножко не получились, давайте ее и продолжим. Буквально завтра у нас наступит весна, и все мы хотим блистать, сверкать и светиться здоровьем. И давайте мы сегодня поговорим о правильном питании, и в этом нам поможет просто невероятная женщина, многодетная мама предпринимательницы Лидия Кондратьева. Лидия, здравствуйте. Очень рада вас видеть. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Очень рада. Вот, давайте я немножко расскажу предысторию. У нас у всех есть Инстаграм, да, и вот у Лидии я, кушая печенюшку, смотрю, просто великолепные рецепты. И, ну, вот, правильное питание, да, оно прям очень сочное, красивое. Ну, и я знаю, что вы человек активный, да, у вас много видов деятельности, и хочется узнать, как же вот совмещать правильное питание и активный ритм жизни. Как совмещать? На самом деле все очень просто. Есть такое слово «магия утра». Нужно просто очень рано вставать и все успеть сделать за этот короткий промежуток, который есть еще до того, как ты вылетишь из дома. И вот я встаю в 6 утра и начинаю там много чего, и в том числе готовлю ПП-продукты на целый день детям себе и еще с собой беру. Но до этого я еще и вечером еще иногда, если есть время, ну, не лень, скорее всего, успеваю еще что-то сделать, если не лень. Ну, вот вы сказали, детям готовите. Да, детям. Как вообще семья относится вот к такому? Ну, семья относится очень хорошо, особенно муж хорошо поддерживает, конечно же, естественно, да, ну, а с детьми это нужно отдельно работать, с ними надо договариваться, надо их уговаривать, надо им рассказывать. Тогда, конечно, все воспринимается хорошо, но не настолько, чтобы прямо вау. А вот давно ваша семья вот именно перешла на правильное питание? Нет, ну, отчасти мы, конечно же, да, отказались давно уже от некоторых продуктов, которые, ну, на мой взгляд, являются не очень хорошими для нас, да, и, ну, тоже не жарим там, ну, такие вот вещи, которые, ну, наверняка все так делают, да. Но в последнее время я просто сама увлечена вот нутрициологией, взращиванием там различных круп, и поэтому вот это последнее мое прямо увлечение, поэтому вся семья сидит вот на таком вот питании. Ну вот о взращивании. Я видела гречку селеную и еще пророщенную. Как вот сделать вот? Наверняка наши телезрительницы тоже хотят повторить. На самом деле там вообще ничего сложного нет. Вот так просто вообще. Это вот очень все просто. Я даже хочу сейчас показать. Давайте. Так, переходим за нашу стойку. Я сейчас уберу свои яйца отсюда. Стас, стас. Так, вот у нас просто кладезь полезных продуктов. Угу. Вот, да, это вот кладезь полезных продуктов. Все это продается в наших магазинах, все это очень доступно. И на самом деле не так, вообще недорого, вообще не ужин. Мне кажется, вот это вот, я даже если, крупа вот, гречка зеленая, она стоит рублей 80-90, ну не знаю, сколько-то в этом районе. И вот, главное, эту гречку надо хорошо прополоскать. Нужно ее раза два-три прополоскать в чистой воде, в фильтрованной воде. Она может быть холодной. Вода холодная должна быть. Потому что, когда ты получишь, ты видишь, что какая-то слизь выделяется. Поэтому от этой слизи нужно избавиться. Раза три-четыре где-то наверняка понадобится. Потом эту гречку нужно уложить в воду от трех до шести часов. Прям водичку я так, чтобы все прикрывала, да? Да. Я вот вечером ее укладываю в воду, в прозрачную у меня баночка стоит. И утром я ее, короче, беру дарелочку и туда насыпаю. Уже мокрую гречку через сито пропускаю и уже такую гречку сюда раскладываю. И понадобится день-два, чтобы она проросла. День-два. А почему необычную гречку? Вот я вижу зеленую гречку, я, наверное, вижу... Ну, видела, конечно, в картинках, но вот в живую видела, наверное, вижу первый раз. Почему именно зеленую? Вот это вообще тоже очень удивительно, что мы до сих пор не знали, что есть зеленая гречка. Я тоже до недавнего времени не знала, что есть зеленая гречка. Я, конечно, понимаю, что есть гречка обычная, наша, российская, которая, кстати, везде, куда не поедешь, тоже нет уже. А вот зеленая гречка для меня это открытие вот этого года, даже прошлого года. Она необыкновенно-необыкновенно полезна. Столько минералов и витаминов оказывается в ней, и еще она так хорошо проращивается, буквально день-два вообще делов-то, и столько прямо вот когда, особенно весной, когда требуется организм истощенный, витаминоз и все такое вокруг, да, ты устал немного, да, вот я чувствую, что прямо мне нужна зелень какая-то, да, проростки. И прямо мой организм сам, я уже даже неосознанно подхожу, все это делаю, просто мой организм, мои руки этого хотят. Да, а получается, когда мы ее пророщиваем, мы как бы ее будем. Да, мы начинаем, она начинает просыпаться, и проростки какие-то вот так выглядывать начинают, ну, такие миленькие, прямо хорошенькие. Интересно, что будет, если ее посадить? Она вырастет? Надо попробовать, лето впереди. А что ты выращиваешь в огороде? Гречку выращивает, да, да. И такая у нее, да, огороды гречневые, да. А по цене, получается, она дороже все-таки обычной гречки? Или, ну, 84 рубля или 90 рублей, это дороже. Гречка сейчас сколько стоит? 120 где-то, наверное. Ну, да, да, 100 рублей, да. Ну, так же, скорее всего, так же. Хорошо, вот очень интересно еще. Я могу, как говорится, отмазаться от правильного питания, потому что я могу сказать, а я не успеваю себе готовить. Я лучше вот быстренько за рулем перекушу там пирожочек, но зато все успею. Да, это вот самое страшное, когда вот перекушу где-то, да, когда ты вот неосознанно подходишь к идее, вот перекусил там булочку тут, конфетку тут, да, это вот самое страшное на самом деле. Это же все накапливается. Это вот простые углеводы, на самом деле, они имеют свойство где-то там накапливаться, в общем, потом надо их выводить, где не надо, потом их отрабатывать. Ой, ну зачем? Давайте подойдем осознанно. Если ты с утра все это приготовил, распределил на целый день, это буквально занимает 30 минут, 40 минут. И целый день ты обеспечен нормальной, хорошей едой, с которой потом не надо бороться с ее последствиями. Да, а вот я вижу, сладости-то у нас на столе есть. Сладости-то есть. Мы же все люди, мы все хотим кушать, иногда баловаться какими-то вещами, поэтому я вечером, если у меня, конечно, бывает, ремель или не лень, даже скорее всего, да, я вечером засыпаю овсянку, потом у нас идет кефир обычный, 2-3%, ну, 2%, 3%, ну, в общем, не важно, да. Потом малина, клубника, что есть, опять овсянка, потом опять кефир, и сверху я засыпаю опять же кефиром и всякие вот эти вот баловство, изюм, вишня там засушенная, орешки, потому что одежки тоже нужно кушать, 3-4 головки грецкого там, допустим, кишью, миндаль, вот эти вот все посыпать, и, пожалуйста, вот это вот тоже с собой, очень, да, очень мило, так по-женски, дознаешь и сумки, и перекус, и красиво. То есть ее готовить уже не нужно? Ее готовить не надо, там, вовсе, на 5 минут. И с собой вот какой-то перекус ты захотел, иногда бывает, что ты очень сильно хочешь, ну, целый день ездишь, ездишь, а тут достаешь из сумочки, в машине там, вместо того, чтобы где-то схватить булочку. Да, и совесть чиста прям, да. И совесть перед организмом чиста. Да, а я вижу, еще у нас есть разные группы. Да, 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 на самом деле я маш, я давно уже люблю маш это делать, да, тоже продается в наших магазинах, она тоже доступна, ну, в районе, наверное, 100 рублей, не могу точно сказать. И она тоже очень хорошо прорастает, точно так же. Если хорошая, видимо, температура и солнце, она за сутки может прямо раскидать, а так день, два, два-три, наверное, через два-три. Маша, это у нас бобовые? Да, это у нас бобовые, это у нас белок, это растительный белок, который очень необходим. Это прям чистый, такой хороший белок. А животный белок вы употребляете? Я животное белок употребляю, ну, просто я ее очень сильно ограничила. Я прямо, ну, е, ну, так, воздерживаюсь немножко. Потому что мне тяжело от мяса. Мне от мяса тяжело. Ну да, есть такое, то, что поешь, а потом уже хочется спать. Да, тяжело уже как-то, да, активность сразу. Поехать домой поспать, что ли? Полежать, что ли, да. А вот розовый ланчбокс. Да, это вот то, что я сегодня утром приготовила для себя и для всей семьи. Давайте узнаем, что сегодня будет есть в виде андратьева. Что она будет, по-моему, горячее даже. Тут у меня чечевица, которую я утром, да. И там рыбка где-то утонула. В общем, рыбку я на воде быстренько творила, это я с собой. И сверху посыпала тоже зеленью, которая продается, вот микрозелень. Можно тоже самой, на самом деле, да. Но пока вот покупаем. Это ваш обед? Это мой обед, а это мой перекус тоже. Перекус. Вот, кстати, зелень очень быстро же нарастет. Вот у меня осенью я вот выращивала на подоконниках себе, и они очень быстро вырастают, и какой-то у них другой вкус, да, такой прямо очень насыщенный. Она такая молодая, зеленая, красивая, даже похрустывает. Очень приятная, когда ты сама, да, так нужно тебе потом пройтись по зелени. Кстати, я еще хочу сказать, вот такие же тоже пшеница продается, рожь, да, тоже очень хорошо прорастить их. И весной они просто кладезь витаминов и минералов, просто бомба. Поэтому мне кажется, вот это вот мне нужно игнорировать. Закрыла она. Тогда объясните, пожалуйста, все-таки в чем смысл пророщенной еды? Смысл? Нет, это нужно для того, чтобы подпитать наш организм весной. Весной мы особенно нуждаемся в минералах, витаминах, да, женщины тем более. Мы хотим быть красивыми, чтобы у нас кожа была, да, подпитана изнутри. Хочется же изнутри, чтобы все это сияло. Конечно, мы не будем забывать и о внешних каких-то факторах, но внутри это тоже подпитывает. И я, когда ем, я понимаю, что я, в этот момент организм благодарит меня просто, как будто, знаете, она счастлива от того, что я ем такие полезные продукты. Ну, есть все-таки же люди, которые не могут жить без мяса, особенно у нас в холодном климате, да? Ну, конечно, конечно, да. Мясо, оно согревает наш холод, да? Согревает, ему это необходимо. Просто от него взять и отказаться, конечно, очень сложно. Поэтому мясо, конечно, ну просто поможет. Но главное, что надо слушать свой организм. Да, да, да. А вот вы прислушиваете к своему организму, да? Вот вы начали вот так питаться, и какая первая вот реакция? Ой, какая первая реакция? Я начала худеть. Просто я сейчас себя ни в чем не ограничиваю. Я ем три раза, перекусы, да? Вроде бы нормально ем, но при этом я начала терять вес. Меня это как стимулирует, мотивирует. И я, в общем, решила, окей, хорошо, и буду дальше продолжать. Ну вот, Лидия Васильевна, вы всегда такая позитивная. Даже вот я сейчас стою, прямо чувствую вот эту позитивную энергию. Расскажите, пожалуйста, секрет вашего отличного настроения. Ой, секрет отличного настроения. Опять же, осознанный подход ко всему. Видите, жизнь же, она черная, белая, разные полосы к нам приходят. И нужно просто очень осознанно подходить. И потом я научилась, ну, в последние годы я часто благодарю. Вот все, что происходит в жизни, я благодарю. Я благодарю, что вы сегодня меня пригласили на телевидение. Я благодарю, что рядом стоит Сарглана, такая красивая, что мы с ней часто общаемся. Вот я все время благодарю. И когда ты благодаришь, ну, не знаю, какой-то прилив энергии приходит, и какие-то позитивные нотки просыпаются. И голова уже на стороне светлых сил вместо черных. Потому что черные силы все равно будут тянуть, а ты осознанно выбираешь светлые силы. Ну, вот это вот постоянно работа над собой. Осознанный подход ко всему, к своей жизни. Можно быть на светлой стороне, а можно быть на темной. И это только ваш выбор. Это только, да, это только выбор. Ты только решаешь, ты только сам решаешь, на какой тебе сегодня стороне быть. Или на какое у тебя настроение сегодня будет. Ты же сегодня можешь решить быть грустным, а можешь решить, что ты можешь быть и счастливым с утра, да? Просто вау! Ну, у нас, вот я уже сказала, буквально завтра весна. Какие у вас планы на 8 марта? На самые весенние женские праздники? Ой, планов на самом деле много. Тем более, у меня сеть магазинов. Огромное поступление у нас в коллекции, то, сё. И поэтому мы всегда проводим, вот 3 марта мы проводим как раз стиль для женщин. Мы подбираем образы через призму наших магазинов. Вот, допустим, можно к нам прийти, допустим. Ну, я приду, конечно. Я никогда не пропускаю ваши ресурсы, я приду. Ну, я желаю, чтобы, ну, вот, всегда у вас был такой позитив в жизни, да? И, ну, ещё не могу не спросить, какие подарки вот подружкам? Я думаю, что же подарить такого полезного, интересного? Вот вы какие подарки готовите? Вот, я в прошлый раз забежала в чайный магазин и почему-то решила, что моим подружкам нужен необходим просто чай-мачо. И я всем купила чай-мачо, потому что я сама увлечена чай-мачо. И я его, зная, как заваривать, я хочу их тоже научить. Прямо мастер-класс показывать и прямо подарить мне чай-мачо. Ой, такой полезный и личный. Ну, мне кажется, очень мило, да. Очень мило, мне кажется, и полезно для девочки. Ну, вот я слышала про мачо, это такой зелёный напиток. А чем он полезен? Ой, он, конечно, просто бомба тоже, опять же, всех витаминных минералов. Но особенно он прямо приятно его пить с кокосовым молоком. Ну, прямо я вообще в балдею. Я вот хочу заменить просто своё кофе на мачо. А где можно вот кокосовое молоко найти веку? Кокосовое молоко у нас продаётся, ну, в определённых точках, не во всех магазинах. Его очень сложно найти, но, тем не менее, можно найти, ну, да, если в магазинах. Да, ну вот, телезрительницы, мы желаем вам быть на зелёной стороне, на позитивной стороне и на этой нотке. Давайте посмотрим сюжет «Стиль звезды». Сегодня героиней нашего стильного разбора станет Энн Хэтуэй. Эту лучезарную и безмерно талантливую актрису невозможно не знать. Энн Хэтуэй обрела статус восходящей иконы стиля после выхода фильма «Дьявол носит Прада», который и принёс ей основную известность. Момент, где в одной минуте она появляется в разных образах, покорил сердца модниц. С той самой премьеры её гардероб стал объектом внимания. Стиль актрисы своеобразный, поэтому неудивительно, что девушка входит в топ самых стильных звёзд Голливуда. Основной элемент гардероба Энн Хэтуэй – это приталенные модели и платья-бюстье, выделяющие формы актрисы, а также наряды прямого кроя в ретро-стиле 60-х годов. Несмотря на категорический отказ несколько лет назад носить мини-платья, сегодня Энн в них всё-таки можно увидеть. В макияже она никогда не использует ярких цветов. Энн близок романтичный и женственный образ, поэтому её макияж всегда спокойный. Она лишь делает акцент на брови и на глаза. Кстати, она не пользуется яркими тенями, но с помощью чёрной подводки делает милые кошачьи глазки, а тушью создаёт длинные и объёмные реснички. Важная часть макияжа – хэтуэй, губы, которые чаще всего можно увидеть в оттенках красного. Что касается прически, то она может смело экспериментировать с образами. Например, для роли в фильме «Отверженной» она подстригла очень коротко свои волосы и при этом продолжала выглядеть очень женственно и нежно. В начале своей карьеры Энн больше всего любила джинсы, топы и различные широкие джемперы. О платьях не шло и речи. В интервью она не раз признавалась, что у неё было много комплексов из-за фигуры, и это послужило основной причиной отказа от платьев. Но сейчас всё совсем по-другому. Она уверенно держится на красных дорожках и покоряет своими образами сердца. Платье она носит с удовольствием и очень умело выделяет ими свои достоинства. В качестве одежды на каждый день актриса любит носить простые, а самое главное – удобные вещи. И её, пожалуй, самый важный секрет – это элегантность во всём. Замечательная актриса Энн Хэтуэй – в первую очередь позитивный человек с очаровательной улыбкой, от которой внутри вселяется уверенность, что всё будет хорошо. Её стиль отлично подчёркивает её внутренний мир. Экспериментируйте и ищите себя в новых образах. Следите за модными тенденциями и за стилем звёзд, но никогда не забывайте о своих предпочтениях. Сегодня у нас будет премьера рубрики от Луизы Спиридоновой «Всё о недвижимости». И как мы уже вам рассказали, то, что она сегодня будет рассказывать о том, как погасить ипотеку досрочно. Давай, Луиза, тебе слово. Практически у каждой семьи сейчас, наверное, есть ипотечный кредит. Да. И многие совершенно не знают, что путём досрочных погашений можно этот кредит закрыть гораздо быстрее. Давайте я вот рассчитала, да, мы приведём такой стандартный пример. Например, допустим, у нас девушка, да, ну, стандартный работающий человек покупает себе какое жильё? Вначале она покупает себе однокомнатную квартиру, да. Средняя цена у нас 3 миллиона 200. На однокомнатную квартиру. Да, ну, там первоначальный взнос, допустим, 600 тысяч накопили, да. И кредитные средства 2 миллиона 600. Когда мы идём в банк, у нас спрашивают, на какой срок кредита вы хотите взять ипотеку. Чаще всего люди даже не спрашивают переплату, все смотрят размер ежемесячного платежа. Да, давайте я вам скажу, например, если брать 2 миллиона 600 на 10 лет, то ежемесячный платёж будет 34 358. Если брать на 20 лет, то 25 тысяч, если брать на 30 лет, то 22 тысячи. Да, и кажется, что 22 – это же меньше. Да, кажется, 22 – это меньше. Но, смотрите, если взять кредит на 10 лет, да, то переплата 1 миллион 523. Если взять на 30, то там 5 миллионов 600. Это ещё полторы квартиры, как будто бы ещё 5 тысячи. Да, это ещё полторы квартиры. И, к сожалению, никто нам не говорит, вот на какой срок взять. Я всем, на самом деле, от души рекомендую взять на минимальный срок, чтобы снизить переплату по кредиту. Но, когда мы берём ипотечный кредит, да, как правило, мы уже потратились на первоначальный взнос, на какие-то расходы по оформлению квартиры и так далее, да. И люди, конечно, хотят взять комфортный платёж. Это тоже важно. То есть взять такой комфортный платёж, который вы можете выдержать именно на данном этапе жизни. Например, человек с зарплатой 50 тысяч рублей никак не может себе позволить платить больше 30 тысяч. Это же понятно, да? Поэтому, допустим, наша девушка, пусть это будет девушка, взяла ипотечный кредит на 20 лет. 20 лет. Да, у неё ежемесячный платёж 25 тысяч 90 рублей. Многие, наверное, сейчас себя узнали. Это же про меня, да? И, казалось бы, сумма нормальная, да? Но давайте подумаем, что произойдёт в течение 20 лет, если вы будете платить. Нашей девушке, которой ориентировочно, например, 25 лет, через 20 лет будет 45 лет. Скорее всего, она по-любому захочет уже увеличить квартиру, да, купить там трёхкомнатную или что, продать. А у неё будет ещё незакрытый ипотечный кредит. Поэтому, что мы делаем? Нужно понимать, что ипотека – это отличный инструмент, да? Потому что вот сейчас не было бы, наверное, столько много строек, не было бы столько много квартир, и люди не могли бы просто элементарно себе позволить, если бы у нас не было ипотечного кредита. Это классный инструмент, но нужно уметь им пользоваться. Так, поехали. Давай, я прям жду такого разоблачения. В общем, смотрите, нужно стараться брать на минимальный срок, но на такой, который вы можете себе позволить на данном этапе, чтобы платёж всё-таки был нормальный. На 35-25 вообще не берите, потому что там вы будете платить практически в первые годы только проценты по кредиту. Так, сейчас ещё я вам хочу сказать. Вот человек платит. Например, она первый год заплатила свою ипотеку. Вот эта сумма. Платила по 25 тысяч, да. И всё мы знаем, она работающий человек, у неё зарплата 50 тысяч на руки, да? Что это означает? Что ежемесячно работодатель у неё удерживает НДФЛ. Знаешь, что такое НДФЛ? Мне когда-то уже там сказала о каких-то цифрах, у меня же мозг отключился автоматически. Хорошо. Я знаю, что такое НДФЛ. Да. У неё, значит, зарплата 57 тысяч 421, из которых 7 тысяч 421, эта сумма ежемесячно удерживается именно как в налоговой. Так, и теперь сейчас я вам объясню, что человек спустя год работы, да, может вернуть этот уплаченный НДФЛ именно при покупке таких, ну, больших вещей, как покупка квартиры, там, ну, вы знаете, там, медицинские какие-то расходы. Так, то есть у каждого работающего человека есть такое право. Да, есть право. Так, скажу максимальную сумму. Максимальную сумму вы можете вернуть 260 тысяч. 260 тысяч. Да. Но если вы думаете, что спустя год вам прямо налоговая выплатит 260 тысяч, это не так. Она вам выплатит максимум ту сумму, которую вы уплатили за предыдущий налоговый период. Сколько наработали. Да. Все просто. Итак, наработала она, получается, за год 13%, у неё 89 тысяч 052 рубля. Это налоговый вычет с зарплатой 50 тысяч рублей, который вы можете отправить в счёт досрочного погашения вашего кредита. У меня сразу вопрос, да, вот я прям 89 тысяч возьму, их на руки дают. Да. Да, я такая вдруг... Ну, их отправляют на ваш счёт. Да, мне отправили их на мой счёт. И вот не соблазняйтесь на то, чтобы купить себе одежду, туфли, сумки, а берите и сразу в кредит оплачивайте. Угу, смотрите, если мы оплатили 89 тысяч 052, то наше 20 лет снижается до 18 лет двух месяцев, да, и переплата наша снижается на 477 тысяч. Вот это да, да, кажется, то типа миллионами прямо, да, а вот тут такая цифра, в принципе, да, при желании человек может её даже сам накопить, сам внести. И вот смотрите, уже она, ну, как сильно сокращается. И, допустим, вот второй год, ну, ту же самую положила, да, третий год. Третий год у нас уже тут в сумме должно быть не более 360 тысяч. У нас остаток 81,896. Угу. Вот за всё это у нас срок снизился до 15 лет, 7 месяцев. Угу. И переплата у нас снизилась на миллион, товарищи. Аааа, вот это магия таких, да, чисел, мне кажется. Просто очень классный лайфхак. Ну, смотрите, это всё-таки большие числа, да. Угу. И деньги есть люди, которые уже пользовались. Угу. Смотрите, вот прошло три года, допустим, нашей девушке-красавице увеличили заработную плату. И, да, но она же молодой начинающий специалист, теперь у неё зарплата 70 тысяч, и она может позволить платить чуть больше. Что делают у нас люди? Ну, 25 комфортно, пусть так и ходит, я так и буду всю жизнь платить. Сейчас я вам скажу, если она вот к ежемесячному своему платежу 25 тысяч прибавит, ну, всего-навсего, допустим, 6 тысяч. Угу. Угу. Так, 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 так. Это у нас сколько будет? 31 тысяча 0,90, да? То есть буквально 6 тысяч. При желании человек может даже найти какую-нибудь подработку, да, и вот эти 6 тысяч просто найти, например. И тогда, насколько у нас, я прям хочу, чтобы такая магия случилась опять. Смотрите, сейчас, срок у нас снизился до 11 лет 8 месяцев. Угу. И переплата у нас уменьшилась на 1,647,000. Смотрите, эта переплата у нас уменьшилась в два раза. Я, по-моему, кстати, не сказала стартовую переплату, у нас переплата по кредиту составляла 3,421,000. То есть в два раза у вас сократилась переплата, и срок практически в два раза увеличился. Это всего 6 тысяч рублей в месяц. Всего 6. То есть вы вместо 25 тысяч будете платить 31. Так, к тому же у нас есть налоговый вычет по уплаченным процентам. Угу. Это сумма, которую вам может вернуть налоговая, помимо тех 260 тысяч, которые вы уже взяли по покупке квартиры. Это именно по уплаченным процентам. Вы в налоговую приносите справку по уплаченным процентам. И таким образом, смотрите, если вот за весь этот период платить еще проценты по уплаченным кредитам, я не буду сейчас все тут говорить, это очень долго, да, то вы сократите срок до 10 лет. И миллион пятьсот переплата в два раза сократилась. Используя такие простые лайфхаки, можно вот так вот сократить платеж. А далее у нас совсем короткая реклама. Здравствуйте, дорогие телезрители, с вами передача «Город женщин». И сегодня мы говорим о лайфхаках, о приятных таких секретиках для украшения, облегчения жизни. Только что у нас была рубрика «Луизы» о лайфхаках, о недвижимости, о финансах. И она будет у нас постоянной, не пропускайте. А сейчас у нас будет сюжет о путешествиях. В мире столько мест, что хочется все непременно увидеть своими глазами. Сегодня мы расскажем о пяти из них. И открывает наш список грандиозный и неземной вид Ниагарского водопада, который навсегда поражает воображение. Удивительно, что при сравнительно небольших перепадах высоты все источники очень широкие. А вода бьет с такой силой, что ее рев оглушает. Именно поэтому Ниагарский водопад считается одним из самых больших и шумных на всей планете. А по живописности это место настолько прекрасно, что побывав тут единожды, вы будете часто вспоминать о нем и делиться впечатлениями с друзьями. А этот природный объект находится на Гавайях, остров Оаху. Называется он «Лестница в небесах». Это уникальная по красоте горная тропа, проходящая прямо по вершинам небольших гор. Для удобства туристов удивительный объект обнесен перилами. Со ступенек этой лестницы открываются просто завораживающие виды, как на небесные красоты, так и на долину. В Бельгии есть красивейший бор. Он очень знаменит не только в родной стране, но и по всему миру. Чем же? Каждую весну здесь распускаются необычные лесные цветы. Колокольчики. Они были бы совершенно обычными, если б не их количество. Ежегодно бор будто выстилается синим ковром, потрясающим и своим видом, и тонким ароматом в воздухе. Казалось бы, нет ничего более величественного и бесшумного, чем бескрайние пески до самого горизонта. Однако и пустыни бывают удивительными по своей красоте. В Нью-Мексико есть долина, которая носит название Тулароза. Она уже сама по себе прекрасна, но есть тут и более необычные места. Это Белая пустыня. Названа она так за то, что пески имеют не золотисто-желтый, а глянцево-белый цвет. Может показаться, что вы очутились в жаркой зиме. Еще одно удивительное по своей завораживающей красоте место – это австралийский парк Порт Кэмпбелл. Здесь особенно поражает береговая линия парка. Она вся исчерчена скалами различных, порой очень даже причудливых форм. На этом все. Путешествуйте и узнавайте этот мир. Какие красивые места, оказывается, у нас есть в мире, да? За всю жизнь даже невозможно успеть все просмотреть. Да, это точно. Ну, зато у нас скоро наступит потепление, да? Уже потеплело. Скоро мы снимем зимнюю одежду. И я думаю, сейчас самое время поговорить о бьюти-секретах, о секретах красоты и здоровья волос. И для этого мы хотим пригласить нашу следующую гостью, парикмахера-стилиста Айталину Гоголеву. Айталина, привет! Здравствуйте! Как хорошо ты выглядишь. Спасибо, вы тоже. Будем говорить о волосах? Сегодня о волосах. Айталина, расскажите, вот смотрите, зима прошла, да, волосы уставшие, под шапкой 9 месяцев были. Как вот сейчас, какие процедуры можно сделать? Вот сейчас на улице как раз запахло весной, так светло, ярко становится. А сегодня у нас вот уже предпоследний день февраля. И совсем-совсем скоро у нас первый весенний праздник, Международный женский день. Вот, а вы, девочки, готовы преобразиться? Ну, хотелось бы, да, очень-очень. Ну, любой поход в салон, это, ну, уверенность, придает уверенность в себе, поднимает настроение. И, конечно же, мы оттуда выходим же счастливые, да? Вот, для меня это вообще отдельный такой маленький-маленький, как праздник. Да, да, да. Ну, вот, начинаем обычно со цвета волос. Ну, вот, не зря же говорят, когда вот в парикмахерскую входит женщина одна, а выходит из нее совсем другая. Да, да. Ага, вот, и меняется не только внешний вид, но и наше внутреннее состояние. Вот, ну, окрашивания бывают разные. Самые распространенные у нас это тон в тон. Это когда мы наносим краску точь-точь под свой цвет или на один-два тонны светлее или темнее. А для чего? Ну, чтобы придать блеск волосам. А если вот видите, хотите еще осветляться даже, ну, светлее своего уровня, ну, на три уровня, там уровни есть, десять уровней, и тогда уже это осветление получается. Это называется уже как бы сложное окрашивание. Сейчас в тенденции моды есть такие вот окрашивания, балаяж, сомбре, амбре, брондирование, ну, всякое-всякое разное. И светные окрашивания креативные. Ну, видите, вот в таких случаях надо... Это все подбирается по тону лица, по типу кожи и, конечно же, структура волос у нас. А вы слышали вот такой вот этот подход по типу лица? Стробинг? Стробинг нет. Нет, нет. Ага, есть такой термин выкрашивания волос, стробинг. Ага. Это такой термин, призванный именно выделить внешность, преобразить и вот скрыть недостатки лица. Ага, с помощью именно световых и цветовых акцентов. Ага. Ну, вообще есть очень-очень много нюансов, как я всегда говорю, это колористика волос, это целая-целая наука. Да, я знаю, что для нас... А вы в виде сюжета, да, подготовили? Ага, сейчас, ага, посмотрим, как я крашу маленький видеосюжетик. Замечательно. Субтитры сделал DimaTorzok Как на видео вот показано, мы избавились от желтизны и плавным переходом от темного к едва заметный светлый, ну, покрасили. Ага. А теперь приступим к самому моему болезненному вопросу, это окрашивание в домашних условиях. У кого волос поднимите руки. Не только любого мастера, наверное, исправлять это вообще ужасно. А вы, девочки, когда-нибудь дома покрасились? Конечно, мне было 14 лет, и я покрасила волосы в уборной своей школе. Да, и у меня были такие... Даже было такое, да? Рыжевато-страшные волосы. Да, в школе я тоже этим грешила, но, слава богу, сейчас уже не прибегаю к методам домашней покраски. У меня тоже такой опыт был. Я во втором красе покрасила волосы бытовой краской. И, ну, знаете, черный был такой, обычная краска. И, ну, результатом я была довольна, потому что это был мой первый опыт. До этого мои родители не рады, ну, так-то принципиально относились к этому, не разрешали. И тогда ты поняла, что это твое призвание? Нет. Я это вообще... Да, поняла. Ну, после студенчества, закончила учебу, потом работала, и после этого поняла, что это парикмахером стать, это мое призвание. Ну, вот о домашнем окрашивании, да? Ага, вот домашнее окрашивание. Ну, приходит очень много клиентов, которые покрасились дома. И это они выходят в любой магазин ближайший, покупают краску, и, конечно, результат не ахти. Ожидание реальности. И за краску оплачивает цена, вот, их привлекает цена краски. Дома покрасим, а вот если к мастеру идешь, то надо доплачивать за работу, и плюс там профессиональные краски. И они как будто не думают, что оплачивают два раза. Ага. И сидят такие, смеются с таким ужасным видом, ну, с волосами приходят. И говорят, ну, скупой платит дважды, это про нас. А вот что все бытовые вот эти краски плохие, или среди них тоже есть какие-то хорошие? Нет, бытовые краски – это когда производитель никогда не знает, с какого исходного мы цвета выходим и какой результат мы хотим добиться. И там еще есть тонкие волосы у нас, пористые, есть ли седина. Они изготавливают такую краску универсальную, ну, как бы, чтобы всем подходило. Для среднестатистической женщины, да? Ага, да. А вот именно профессиональные краски, они именно, их производитель делает, чтобы получился красивый желаемый цвет и чтобы сохранить здоровье волос. И у них, как у всех профессиональных линий, бывают стойкие, это аммиачные, и более мягкие, безаммиачные краски. Вот смотрите, сейчас дети очень любят тоже креативно краситься, подростки, да? Со скольки лет вот именно невредно экспериментировать волосы? Ну, это зависит только от родителя. Ко мне приходят даже пятилетние. В неделю, по-моему, два раза все равно этот подростков, даже маленьких, пятилетних крашу, но они все равно приходят с родителями. Они, наверное, хотят быть единорожкой, да? Ага, ну, у меня тоже сын крашеный в шестом классе учится. Единственные класси. Так, еще что хотела сказать. Ну, непосредственно после окрашивания следует, не следует мыть голову две сутки, потому что в течение двух суток у нас краска работает, и таким образом можно дольше сохранить цвет волос. Ага, обязательно используем тонирующие бальзамы, витамины. Ну, вот весна, да, сейчас мы чувствуем то, что организм, ну, за зиму подустал, да? Какие витамины полезны для волос? Ну, капсульные витамины тоже помогают, но они не только вот для полотна волос, но и для кожи головы. Капсульные, это прямо на голову капаешь, да? Да, ага, разные бывают, крема, маски. Если красишься, обязательно надо неделю-два раза использовать маски специально для окрашенных волос. Такие средства продаются в салонах и специализированных магазинах, но средства, сразу говорю, не дешевые, но эффективные. Тогда лучше использовать профессиональные даже уходовые средства, чем, нежели пойти в обычный магазин и купить там... Да, естественно, ага, конечно, только специализированные маски, краски. Ага, ну, Айталина, большое спасибо за советы. Я думаю, как раз-таки сейчас девушкам они, ну, очень полезны, да, потому что, как мы уже сказали... Да, 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 помочь вам выбрать ваш любимый цвет. Да, после эфира давайте мы тоже поговорим, мне интересно, вот какой цвет волос мне может подойти. А сейчас далее совсем короткая реклама. Здравствуйте, дорогие телезрители, с вами передача «Город женщин» и сегодня мы говорим о лайфхаках. Да, девочки, сейчас я вам хочу рассказать свои такие лайфхаки, ну, которые помогают мне быть такой нетревожной и спокойной, да. Вот мы выходим из дома, и что мы сразу думаем? А закрыла ли я дверь, да, а выключила ли я утюг? И знаете, что я делаю, чтобы точно знать, что я это сделала? Например, когда я закрываю дверь, я могу немножко потанцовывать и закрывать дверь, потому что человек, он запоминает, да, то, что он сделал что-то необычное, и я такая, потом иду, а закрыла ли я дверь? И вспоминаю, что в этот момент я танцевала, там, попрыгала, и благодаря этому то, что вот я это помню. И еще, бывает то, что у нас не всегда хорошее настроение, но нужно же, как мы уже говорили вначале, быть на позитивной стороне. И перед тем, как взять трубку, и когда я в неважном настроении, я улыбаюсь, и когда человек уже улыбнувшись берет трубку и говорит там, «Алло, здравствуйте», да, у него уже голос более доброжелательный. И, наверное, каждой хозяюшке очень интересные лайфхаки, связанные с готовкой, связанные с кухней. И у нас сейчас в гостях Сардана Неустроева, мамочка-домохозяйка, и она нам расскажет о своих кухонных лайфхаках. Сардана, здравствуй. Здравствуйте. Мы сегодня будем готовить быстрый завтрак, так как мы люди все работающие, будем готовить яичницу по-быстрому. Это вот когда надоело нам омлет, да, обычно на сковородке. Как же мы можем разнообразить наше меню? Так, мы разбили два яйца. Два яйца. Это перец. Все по вкусу. Соль. И вот это взбиваем венчиком, ну или можно просто вилкой. Это силиконовые формочки, да? Да, силиконовые формочки могут быть абсолютно любые или даже можно керамические, которые используются для капкейков. И мы прям просто заливаем туда, да? Ага. Так. И нужно заполнить примерно до половины, потому что они увеличиваются в размере. Вот, теперь кладем внутрь на максимальную мощность примерно на одну минуту. Так, теперь покажите мне, где здесь максимальная мощность. Так, старт. Давайте сделаем старт. Ага. Попробуем. Так, на сколько минут? На минуту. На минуту. И как только яйцо поднимется, можно уже выключать. Хорошо. Так, мы ждем, пока у нас готовятся яйца. Но я вижу, что у тебя еще есть хлебцы. Это у нас для сервировки. Да, это для сервировки. И вообще хлебцы – это очень полезный продукт, потому что не содержат много калорий, и они без глютена. Вот, и, конечно же, наши овощи. Как же без них? И можно заменить обычный хлеб на дрожжа, вот такими хлебцами, весной особенно, да? Да. Хорошо. А я вот вижу, у тебя есть очень красивые такие вот емкости. Да, это емкости для сыпучих продуктов. Все емкости у меня вот в таком виде. А также у меня такие емкости для посудомоечных таблеток. Вот. Это очень удобно, потому что можно вытаскивать таким образом, а не хранить в их коробке изначально. Так, а что еще? Ой, давайте к авоку. Пахнет вкусно, кстати. Я вот запахла. Так, а вторая? Так, у нас тут тоже, да, у меня в начале передачи желток же только наполовину перешел. В этот раз у нас то же самое, у нас яичница, амлет приготовился только один. А второй сказал, я не хочу. И мы его поставим еще на... Интересно, да? Интересно. Ну вот, смотрите. Такой у нас полукекс, полуомлет получился. И если даже покажется, что омлет сырой, ну, яйцо, да, в любом случае он готовый. Да, он такой плотненький на ощупь. Ну, все готовят иногда вот даже на сковородке полусырые, да. Да, да. И точно так же. И мы его готовили, посчитайте, просто яйца, соль, перец по вкусу, да, и все. Мы не использовали масло. Да, без масла. Так, давайте второй сейчас попробуем. Может, второго не хватило тепла? Все нормально, да. О, этот получился. Ух ты, красота. Вот это явно идеальный, да? Да. Потом вот это ставим сюда. И завтрак готов. Ух ты, здорово. Прикольно. А я хочу попробовать. Да, конечно. Ну, я вижу, что у тебя еще есть силиконовые коврики. Да, я хочу показать, как можно хранить силиконовые формы коврики на кухне. Так, будет видно. Вкусно? Это очень вкусно. Прям такой насыщенный. Обычно коврики мы храним просто вот в таком виде, сложенном, да, и они занимают места очень много. Да, разваливаются. Да, и их можно вот таким вот способом сложить в книжку. Так, давайте мы так все уберем, чтобы нашим зрителям было все очень хорошо видно. Вот. Слаживаем в такую книжку, и тогда коврик не будет занимать много места на ваших полках или выдвижных ящиках. Вот таким вот способом. Прикольно. И таким же способом можно хранить и кухонные полотенца. Угу. Так. Угу. И что хочу сказать, да, вот есть у нас такие емкости, и чтобы не путаться в содержимых, например, вот манная крупа, да, тут может быть любая мука, есть такие приспособления, механические. А, ничего себе. Принтеры. Угу. Как классно. И на которых можно напечатать вот такие тексты. Вот. Прикольно. Ну, если у вас его нет, вы можете взять просто даже лейкопластырь, да? Да. Приклеить и написать. И, да, написать. Да, кстати, написать надо вот даже сколько не нам, а детям, да, потому что я помню в классе седьмом я приготовила мясо, и вместо соли я туда добавила соду. О, ужас. Ну, такое часто бывает, особенно вот, да, у детей. Получается, вы тогда покупаете крупу и сразу пересыпаете ее к емкости, да? Да, я могу вот показать даже. Тут написано спагетти, но у меня вот макароны, да? Угу. Так. Таким способом. Вот. Ну, например, если у вас не хватило объема, то ничего страшного, вы можете это пока отложить или же сразу приготовить. Ну, например, перед приготовлением. Вот. И закрываете. И еще если у вас есть открытые полки, можно это все красиво поставить. Да. И это тоже такой уют, да? Да. Это очень смотрится стильно, красиво и не занимает много места. Да, тем более у нас сейчас в море скандинавский стиль, да, лоуфт, да, и это вот все с этим очень красиво сочетается. А вот это что у вас за пакетики такие? Это пакеты с обычных магазинов. Я вот таким способом храню все пакеты дома. То есть у тебя нет пакета с пакетами дома? Нет. Только такие треугольники. Интересно. Я могу показать, каким образом я это делаю. Вот, например, вот такой чудесный пакет обычно нам выдают в магазинах. Конечно, я не советую их брать, так как мы защищаем нашу экологию. Но если они попали в дом, нам надо использовать их как можно больше. Обычно у нас пакеты хранятся как пакет в пакете или просто вот так тоже, да, сложенные. Но есть такой лайфхак. Мы берем пакет, слаживаем аккуратно таким вот образом и сворачиваем в треугольники. Вот. Ух ты, как мастерство у тебя получается. Таким вот образом. И вот эту часть заворачиваем внутрь. Ммм, прикольно. И чтобы было еще удобнее, можно будет таким вот способом все сложить. К этому можно и детей приобщить, да, чтобы провести вместе. Это даже мелкую мотолику развивает. Как интересно. Так, девочки, смотрите. Я недавно была в гостях у родителей. Да, и моя свекровь делает такую интересную лапшу. И вот сколько бы я сториз в инстаграм не выкладывала там своих, там каких-то где-то я что-то говорю. Ну там, ну да, там кто-то что-то напишет в комментарии. Но когда я выложила сториз того, как готовит лапшу моя свекровь, у меня просто директ взорвался. Да, прям все прямо вау-вау. И сейчас я хочу вам показать, как она это делает. Нам понадобится одно яйцо. Сегодня, видите, у нас яйца. Сколько яиц мы сегодня здесь? Да. Мы разбиваем яйцо. Вот как вы делаете домашние макароны? Вот вкусно же кушать супчик, да, такой простой суп с домашними макарошками, с картошкой, да? Вот как вы делаете макарошки? Ну, абсолютно так же. Или, возможно, просто яйцо и мука, вода. Но это в хорошем случае. В большинстве случаев мы просто покупаем готовую вермишельку. Даже? Смотрите, мы взбиваем яйцо, добавляем тоже специи по своему вкусу. И далее нам понадобится мука. Сегодня утром я из дома взяла пакетики. И сейчас мы добавляем сюда муку. Ну, тут тоже на глаз сколько возьмет, да? Я вообще готовлю вот в последнее время вот так вот. Как получится, как говорится. И не получилось, Сашичи. Нет, наоборот, вкуснее получилось. Простите, нет, на самом деле я аккуратная. Так. И обычная лапша должна потом раскатываться. Да, обычная лапша должна раскатываться. Так. Немножко у меня густо получилось. Так, давайте-ка я добавлю еще одно яйцо. У меня реально получилось густовато. Она должна быть жидкой, да? Да, она должна быть жидкой. Вот как клетки же мы делаем, только они должны быть более жидкими, чем клетки. А вы это потом заливаете? Да, ну вот сейчас я покажу, все покажу. В общем, у нас должна получиться такая масса, она должна быть как сметанка, да, такая деревенская. Ну, немножко жидкая. Потом мы вот эту массу, думаю, у меня получается, я же сейчас волнуюсь. Сейчас, поэтому потом мы берем пакет. Вот. Так. Пакет мы берем. И вот эту нашу массу мы заливаем в пакет. Потом мы ее аккуратно вот сюда. Вот есть же кондитеры? Они же делают крем, да? И сейчас у меня, к сожалению, волшебным образом здесь не окажется ножниц. Ну, я сделаю маленький надрез, и смотрите, вот у нас суп кипит, там картошка сварилась, да, и буквально вот на последних минутах мы берем, аккуратно делаем надрез. Вот сейчас я просто пальцем сделала, и вот таким образом, ну, это не должно быть так, на самом деле. На самом деле, если я бы была сейчас дома, это бы лилось такой струечкой. Давайте я попробую вот эту дырку, которую я бездолжен сделала, да, ну, то есть вот таким... Ну, да, ну, лапша же бывает еще широкая же, да, да, то есть мы ее выдавливаем, она, когда попадает в кипящую воду, она сразу тут же сворачивается, и получается такая очень нежная яичная домашняя лапша. А, прикольно. Да, ну, только жалко, что так у меня не это, ну, да, ну, да ладно. Ну, вот, девушки, сегодня мы говорили о лайфхаках, да, и что самое интересное вы узнали? Ну, узнала, вот, что лапшу можно таким образом готовить, и вот предыдущую гостью по поводу волос тоже много что узнала. Мне больше всего понравились вот как раз пророщенные зерна, я, наверное, буду это использовать. Да, мне вот тоже прям захотелось взять. Ну, вот, дорогие телезрители, прямо сегодня начинаем все проращивать гречку, дышечку. Надеюсь, наш эфир был для вас очень полезен, повторяйте дома, отмечайте наш аккаунт, мы будем очень рады, и я прощаюсь с вами. Всем пока. До новых встреч. До свидания.